О, и тут, да, остальные там, в этой корте, там еще полноте есть. Строгое соблюдение расписания, дисциплина и, главное, никакого контакта с внешним миром. Интернет в этих стенах под запретом, что признается особенно сложно. Последние несколько лет он не покидал пределов всемирной паутины, обновляя сайты букмекерских компаний, в надежде увидеть заветное слово «выигрыш». Рисковал по-крупному, потратил все сбережения, после занимал у знакомых и взял кредит полмиллиона. Такие люди, как я, они зацикливаются, им нравится это, то, что можно получить с этого что-то. И сейчас я понимаю, что на этом не зарабатывают. Эти все конторы, зачем создавать конторы, которые будут отдавать деньги? Они, естественно, делают, чтобы их забирать больше. И способов забрать немало. Один из них – создание офшорных букмекерских компаний. Их сайты обычно называют «зеркалами» по той причине, что как две капли воды они удивительно похожи на легальные. То же оформление, название, разве что на иностранном языке, кажется, отличить от оригинала мог бы только эксперт. Но достаточно присмотреться к домену «Единственный легальный в России.ру». Все остальные зарегистрированы в чужих государствах. А это значит, что в нашей стране они не облагаются налогом, могут предложить как альтернативу покер или имитацию казино, выгодные бонусы. Но самое главное – не дают никаких гарантий, что игрок получит выплаты. А позволить себе поехать разбираться на Мальту или, скажем, Кюросау, очевидно, может не каждый. Теряют целое состояние и те, для кого на первом месте стоит не быстрая нажива, а спорт. Для них разработан свой механизм – речь о договорных матчах. Заранее догадаться об исходе которых не под силу даже заявлому фанату. А после финального свистка и проигранной круглой суммы кулаками махать не принято. Доказать, что букмекеры были в сговоре непросто. Зато налицо тесное взаимодействие с федерациями и лигами. В нашей стране в последнее время участили случаи договорных матчей. Да, об этом начинают уже говорить. Да, эту проблему пытаются решить. Да, это неправильно то, что митерская контора сотрудничает с федерацией таким плотным и, скажем так, способом, по которому возникает сомнение в честности этой дружбы. Сегодня сотрудничество – это, по сути, прописано в законе, именно на счета федераций. Как правило, самых популярных идут целевые отчисления от букмекерских компаний. Никаких посредников, а значит и лишних свидетелей. Поэтому случаи с неспортивной игрой сегодня не редкость, ведь чем более сговорчивее адресат финансирования, тем более значима сумма отчислений в теории. В наших реалиях федерация – это все-таки общественные организации, как бы, да, и там меньше контроль. Когда звучит слово «федеральный бюджет», у меня появляется больше спокойствия в отношении этих средств и уверенности. Стоит ли говорить о том, что предложение внести поправки в федеральный закон и перенаправить финансовый поток напрямую в бюджет государства, в первой саморегулируемой организации букмекеров встретили весьма холодно, если не сказать враждебно. Это организация, объединяющая все букмекерские конторы. Фактически штаб игровой индустрии страны. Все законодательные инициативы, стратегии, лобби формируются именно здесь. В СРУ говорят, экономически направлять финансирование напрямую в казну невыгодно. Ведь помимо всего прочего, сумма отчислений на развитие спорта в России должна будет увеличиться. Про исчезающие в этом случае влияние на спортсменов ни слова. И когда вы говорите, что отдайте 10% на целевые, это значит, что букмекеру проще перестать работать в России или в легальном поле и уйти в зону комы, там не платить ничего. И еще и налоги не брать с игроков. Тем временем полицейские сейчас внимательно изучают тактику команд профессиональной футбольной лиги «Чайка» и «Черноморец», одна из встреч которых проходила, как говорят специалисты, очень странно. Другими словами, в интересах представителей игровой индустрии. Часть спортсменов и тренеров уже отстранены, возбуждено уголовное дело. По словам сыщиков, следы ведут как раз к тем самым букмекерам, контролировать которых и взялись в саморегулируемой организации. Поэтому, скорее всего, список подозреваемых в ближайшее время будет серьезно расширен.